Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я отказываюсь Я еду с вами в Братск Это все можно отложить Потом Ничего страшного не случится Спасибо, Прохор Пойдем Олик Дедушка вернулся Привет Привет, где Анатолий? Ты знаешь, Толика нет Как нет? Его Игорь забрал Когда Игорь вернулся? Сегодня Да, Андрей Александрович, здрасте, здрасте, рад вас слышать Да, добрый день Спасибо, все в порядке Скажите, вы уже поговорили с женой? Она уже вернулась? Ой, вы знаете, нет Никак Никак не могу собраться с мыслями Так сказать, подобрать нужные слова Понимаете, ну решиться никак Не могу Вот Вы же представляете, какой это для нее будет шок Вы знаете, во что ваша тактичность может вылиться? У вашей жены должна быть охрана круглосуточно Да Да, Андрей Александрович, понимаю Вы абсолютно правы Я в ближайшее время поговорю с Катей Обязательно поговорю Да Наталья, не спишь? Ты куда это на ночь глядишь? Да я попрощаться зашел Ненадолго уехать надо Командиру? Да Тебе не быть здесь одиноко? Может, маму пригласить? Хорошая мысль Да? Я так люблю, когда вы рядом Я тоже люблю, когда ты рядом Была бы ты вот такая вот маленькая, как раньше Я бы тебя с собой бы взял В карман бы убрал бы И носил бы, как талисман Как талисман не получится Счастье вечно меня обходит из стороны Левочка Смотри Счастье не обходит тебя в стороне Она просто силы накапливает Чтоб потом на тебя наброситься Правда? Правда Я знаю Ну ладно, все, поехал Пока Не скучай Ну, не скучай Я знаю Осторожнее там Хорошо Хорошо, хорошо, моя девочка Пока Игоречек А что Толик? Толик спит еще Мама, я на работу У меня сегодня три операции Ты беги Скажи, может, приготовить чего-нибудь? Ну, приготовь Я же знаю Это будет вкусно Ну, может быть, тебе чего-то хочется Мам Что такое? Мам Что? Ты у меня самая лучшая Ну, кто обо мне еще позаботится Так как ты Знаешь что? Что? Есть одна девушка Кто? Ну, что кто? Ты меня прости, конечно Но я уже не могу смотреть Как ты Так, все, мам Помолчи Помолчи И посмотри Лучше вот сюда А что, это можно? Нельзя Мам Сегодня вечером Я поеду К ее отцу И буду просить Любиной руки И по старинке Ты мне молодец Давай Я буду за вас молиться Ну, все Я побежал Давай, с Богом Беги Вчера ваш сотрудник Приходил к деду Моего покойного мужа Так И? И сказал, что Васю убили Что у него есть совершенно Неопровержимые доказательства Это я цитирую То есть Я так понимаю К вам этот сотрудник Еще пока не заходил Представьте себе Нет Ну, значит Еще зайдет Мария Сергеевна Еще вопрос А что У меня не должно быть вопросов Вообще-то Дело касается Смерти моего мужа Вы так Не волнуйтесь, пожалуйста Я На этот вопрос Пока не могу ответить А и на следствие Когда будет возможность Мы сразу же Вам по всем сообщим Я понимаю Вы наверняка задеты Этим Но, к сожалению Ничего не надо сделать Да, да Конечно, я задета Как вдова А как мэр Я требую Чтобы вы меня Информировали О ходе расследования Мария Сергеевна Боюсь Что ваш статус мэра Не может повлиять На ход следствия Вы знаете Перед законом Все равны И мэры И простые И смертные Иначе Это был бы не закон Обещаю Мы найдем убийцу И обязательно Вам об этом сообщим Даю вам слово Офицеру Добрый день Я вас слушаю Я Дмитрий Еремеев Это Прохор Мой помощник Вызывали? Ну, вызывали Вызывали Присаживайтесь Спасибо Чем обязаны? Ну что же Еремеев Дмитрий Новость у меня Для вас Тот земельный участок В тайге На котором Вы обнаружили Золото Возвращает себе Статус Государственной Собственности Это что значит? Это значит Что сделка По аренде Которую вы заключили Является Является незаконной В связи с этим Незаконной является Добыча золота Значит Золото Подлежит Изъятию А против вас Возбуждено Уголовное дело Но для начала У меня К вам Есть несколько Вопросов И прежде всего Не имело ли Место Сговор С начальником Звельного управления Ну вы же понимаете Что это преступление И вам лучше признаться В этом сейчас Марина Сергеевна А к вам можно? Я только вчера узнал Это Просто Я даже не знаю В общем Я и Моя жена Мы Приносим Искренние соболезнования Даже не знаю Как-то В голове не укладывается Иван Иванович Вы что-то хотели? Да Марина Сергеевна Вам сейчас Не до работы Так что Если есть Какие-то указания Я готов Немедленно Их выполнить Прямо сейчас Идите К Филиппу Он даст вам указания Да-да Конечно Я пойду Марина Сергеевна Его Его найдут Его? Убийцу Вашего мужа Сейчас Они работают Очень хорошо И Ему недолго Осталось на свободе Поверьте Что я сделала Не так Где я допустила Ошибку Они все Будут ненавидеть Меня Они все Будут смеяться Надо мной Я не могу Видеть эти Рожи Может Они все Знают Может Я одна Ничего не понимаю Я одна Я совсем Одна Послушайте Это же Недоразумение Это какая-то ерунда Я в суд на вас подам Ну Без суда Не обойдется Это я вам гарантирую Ну Это мы еще посмотрим Дмитрий Борисович Да что Дмитрий Борисович Ты слышал Ну это бред Все вымерено Ну я вас попрошу Дмитрий Борисович Да что такое Новое дело Шьют Дмитрий Борисович Ну так Вот подписка О невыезде Подпишите Что Подписка Вот эту О Господин Иеремиев Я вижу Вы настроены Очень решительно Более чем Ну что же Вы просто Не оставляйте Мне выбора Еще неизвестно На что вы решитесь В дальнейшем А вдруг Уедете За границу Конвой Не надо Со мной шутить Ну какие же шутки Господин Иеремиев Никаких шуток Просто я вам Изменяю Меру пресечения В камеру его Руки убери Посидите в камере Подумайте О своем поведении Дмитрий Борисович Успокойтесь Не надо Усугублять Я найму вам Лучшего адвоката Уведите 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 Приветствую Ну что Еремеева взяли Уведомления В вашу прокуратуру Я отправлю Да он какой-то Неуравновешенный Настроение Мне испортил С утра Короче С тебя Причитается Еще как А что Со счетами Ну спасибо Удружил Попозже Перезвоню тебе Давай Ну Ну что ну Может сам себя поздравить Все Еремеев сел И скорее всего Уже не выйдет Еремеевские счета Заморожены А имущество Будет арестовано Сегодня О Благодать Ему недолго Осталось на свободе Поверьте Обещаю Мы найдем убийцу И обязательно Вам об этом сообщим Даю вам слово Офицеру Офицеру Не волнуйтесь Граждане Эта женщина Понесет суровое Заслуженное Наказание Да Марина Сергеевна К вам из прокуратуры Следователь Тараскин Пусть войдет Здравствуйте Здравствуйте Можно? Пожалуйста Марина Сергеевна Я пришел поговорить с вами О последних днях жизни Вашего мужа Ну чем ты опять Недоволен Ну Понимаешь Как-то все это Ненадежно Я вот о чем подумал Если суд Не увидит В действиях Еремеева Злого умысла То ему грозит То ему грозит только банкротство А это неправильно Сереж Ну неправильно Это Как доказать Злой умысел? А никак Это если бы Сам начальник Земельного управления Дал показание Что Еремеев был Инициатором Аферы Дал взятку А Ну то есть что Тендер был проведен Как-то Не так Угу Или вообще Не проводился Ну это надо Обрабатывать Начальника земельного управления Если бы он был В Реченске А то он В Братске Ну И что в Братске Ну пускай Твой этот Как его Савелий этим И займется Он же нормальный парень Опять? Чего опять? Ну что забудьте Все Сереженька Я в тебе верю В твой талант Ну теоретически Я могу Примазаться К группе Которая занимается Этим делом Угу Так как представитель Вереченской прокуратуры Угу Для помощи По делу Обмену информацией Ну тогда В общем я Пошел работать Мне пора Вот Молодец Я тоже пошел На работу Да ты что А с каких это пор Ты стал работать Женя и кем? М? Жилеткой Сереженька Жилеткой Катерининой? Угу А после Последних событий Ожидается Месячная норма Осадков Да У нас были Очень хорошие отношения Мы жили душа в душу Правда Недолго Ясно Я хотел бы задать вам Несколько вопросов О Нине Кузьмук Задавайте Дело в том Что в день смерти Вашего мужа Она звонила ему На сотов Несколько раз Вот как? Да и вы извините Что мне Приходится задавать Этот вопрос Но все-таки Как вы думаете Не мог ли Ваш муж Тайно с ней встречаться? Нет Он разорвал с ней Все отношения И женился на мне Ну я знаю Вы немного Общались с ней Скажите Как вы думаете Могла ли она Быть Настолько Уязвлена Его поступком Чтобы убить его Из чувства мести Что же мне делать Если я сейчас Скажу Что она могла Убить его Они ее найдут И она подтвердит Что они с Васей Жили вместе Перед его смертью Меня поймают На лжи Марина Сергеевна Да Вы знаете Вы просто Слишком многого От меня хотите И Я не могу Вот так просто Взять и Обвинить ее Хотя У нас был Один мужчина Ну а Если откровенно Оскорбленная женщина Способна на все То есть Вы утверждаете Что Ничего не утверждаю У меня просто Есть опыт Я знаю Что вы Мужчины Очень простодушные А женщины По природе Своей Коварные Коварные? Ну да Обычно так Если им не удается Почувствовать себя Принцессами То рано или поздно Они превращаются В ведьм Вон оно что Ну что ж Спасибо Вы Оказали Неоценимую помощь Следствию Ну что Я сама В этом заинтересована Я хочу знать Правду Потому что Это не дает Мне Спокойно жить Я хочу Чтобы уже Разобрались В моем прошлом И я смогла бы Начать Новую жизнь Спасибо До свидания Всего хорошего Продолжение следует У меня уже Хористы ждут Я так уже задержался Кать Подожди пожалуйста У меня для тебя Плохая Новость Какая? Ну У Димы Неприятности Что с ним? Сейчас в Иркутской области Его посадили в тюрьму Я точно не знаю Что там случилось Но дело очень серьезное Я думаю В этот раз Пять Подожди Ты Ты не нервничай Подожди Нужно что-то делать Что делать? Надо к нему ехать Куда ехать? В Иркутскую область Я ничего не понимаю Ты подожди секунду Против него Выдвинем Серьезное обвинение Ты сначала Может выслушаешь меня? Здравствуйте Сергей Иванович Привет Тараски Ну рассказывай Что у вас тут? Да много всего Две кражи Один грабеж Убийства нет Одно восстание Из мертвых Чего? Труханов Томас Воскрес В каком скресте Тараски В прямом Ты может еще В инопланетян веришь? Да нет Я серьезно Его гроб был пустой И? Ну что ты думаешь По этому поводу? Ну есть у меня предположение И Андрей Александрович Его тоже вроде поддерживает Труханов не умирал вовсе Просто сбежал Ага Все Ну в смысле это все? А ну Василий Бурков Который на конешне с лошади Упал На самом деле Ниоткуда не падал Мы нашли вещдок Это убийство И Дмитрий Еремеев Который олигар Выяснилось Что он аферист И разбогател незаконно Поэтому час назад Нам пришло распоряжение Конфисковать Все его имущество Ну Тараскин Тараскин Тебя прямо Ни на секунду Нельзя оставить Ну что Тараскин Я с лошадей не падал Ну да Вас Татья Андрей Александрович Разыскивает Вам звонили? Ну да Я в курсе Ну дай хоть дух перевести Только прилетел Павел Да Я всех на уши поднял А вы тут С Тараскиным лясо точите Пули ко мне Лечу Ну Вроде как Они говорят Он добывал золото Своим незаконным путем Ну там Подмазал кого-то Слушай Вот прекрати сейчас Вот это все говорить Что прекрати? Да потому что Все это чушь То что ты сейчас говоришь Это не похоже Совершенно на Диму Он не мог так поступить Катя Я когда это услышал Первый раз У меня была точно Такая же реакция Но видимо это так И ты в это легко поверил Что значит легко поверил? Ну они же не с потолка Это взяли У них есть какие-то доказательства Я не знаю Надо что-то делать Что делать? Я сейчас позвоню Максимову И он что-нибудь придумает Что он придумает? Он поможет Катя Он ничем не поможет Это не в его юрисдикции Я не верю в это Иркутская область Это вообще не его территория Я в это не верю Впредь прошу иметь в виду Что в отпуск надо уходить Как минимум Поставить начальство в известность Да, виноват Торопился У меня тетушка троюродная умерла Поздно узнал Еле успел на похороны Сочувствую Вы знакомы со Светланой Сухомлиновой? С кем? Светлана Сухомлинова Ну, я знаю несколько Светланов Но так без фамилии А что за Светлана такая? Начиница Антолика Калинина Насколько я знаю Вы с ним на короткой ноге Ах, это Светлана Ну, да, знаком Недавно познакомились Так шапошно Кофе попили А что случилось? Нужно на нее выйти Извини, я телефон не оставил Как говорится Не повезло Да нет Я бы сказал, что вам повезло Присядьте, пожалуйста В каком смысле повезло? Она в розыске Интересно И за что? Ну Как бы Для вас Для вас, например Будет, наверное Интересно узнать Что она была замужем Четыре раза Все ее четверо мужей Мертвые Ну, это так Фон В этом еще придется разобраться Сейчас самое главное То, что Она, похоже Помогла бежать из тюрьмы Евгению Труханову Успокойся Ну что ты Никто сюда не ворвется Здесь ты в полной безопасности Никому в голову не придет Что ты, может быть, у меня Ну что, Вавилов Я надеюсь, вы сдачу поняли Давайте без фокусов Итак, голова кругом Да, я вас понял, Андрей Александрович Постараюсь забавить свою лену Тогда у меня все Вы свободны Андрей Александрович Я хотел еще у вас спросить Я там видел приказ Касательный Ремиева Можно я им тоже займусь Какого Ремиева? Дмитрия? Ну да А что с ним? Вы не знаете? Его обвиняют В краже государственного золота Что? Да Из Иркутской области Пришло распоряжение Конфискации его имущества Подождите Вы ничего не путаете? Не так много Золотоискателей Миллионеров Просто На голове не укладывается Он никогда не производил Да я тоже удивлен Но я думаю Они там в Иркутской области Разберутся Все будет и нормально Но приказ надо выполнять Надо выполнять Спасибо Катя, ты сейчас занимаешься Бессмысленным делом Как он по-твоему Должен тебе ответить Если он находится в камере? Катя, перестань Толя, оставь меня Пожалуйста В покое Здравствуйте Екатерина Тимофеевна Здравствуйте Ну да Так оно и обстоит Нет, непонятно Считай Его уже заморозили Видимо Хотят и Имущество конфисковать Он в СИЗО В городе Братске Нет, не надо Адвоката я нанял Хорошего Не беспокойтесь Ну конечно О чем вы сговоры Обязательно позвоним До свидания Екатерина Тимофеевна Ты очень сильно Все принимаешь Так сказать Близко к сердцу Близко к сердцу Ты все принимаешь Мне больно видеть Как ты переживаешь Ты не имеешь права Так говорить, Толик Я задел твои чувства Извини Но это факт, Катя Вор должен сидеть в тюрьме Плохо Нехорошо, что так вышло Я согласен Но Дима Я к нему хорошо относился Но он же Понимаешь Слушай, прекрати лицемерить Тебе сейчас лучше встать И уйти отсюда Да? Зачем ты так говоришь? Катенька, ну зачем ты так говоришь? Я ведь думаю только о тебе О твоих переживаниях О том, что ты переживаешь За человека, который может быть Этих переживаний не заслуживает Ну неужели ты не можешь Даже себе представить Что Дима Он действительно виноват Я не хочу этого всего слышать Уйди, пожалуйста Сева Что будешь заказывать, Ира? Ой, здрасте Здравствуй А где Ира? Здравствуй Ну, ты знаешь, она сказала Что она сказала? Ну, она сказала Я тебе хочу обслуживать Тараскина Эдик, сделай ты, пожалуйста, за меня Ну, в общем, это все Мне нужно с ней поговорить Ну, я ничего не обещаю Мне нужно с ней поговорить Или еще одна санинспекция Понял Попробуем Ира Прошу Крайний стол Чего тебе? Поговорить Такого в меню нет Ира, прости меня, пожалуйста Этого тоже нет Ну, Ира, ну Ну, прости Я хотел прийти Но я не смог А позвонить ты мог? Я хотел, но Я хотел, но я забыл Я просто очень заработался Знаешь, что плевать Я хотела на твою работу Ну, просто на этом полене Которое нашли На конюшне Действительно нашли Кровь Буркова И волос Буркова И в этот день Ему несколько раз звонила Нина Кузьмук И один раз его жена Марина Андреева Я уже всех допросил Кого мог Подозрения падают На Нину Кузьмук Мотив, знаешь Какой-то странный Какой-то Литературный, что ли Ну, из мести И Нина же недавно Помнишь Якобы тоже пострадала От рук Такой же Мстительный Ир, в общем Я не знаю Какая-то фигня происходит Ничего себе Вот поэтому я и Не смог Ты прости Я понимаю Я должен был Все это бросить Но у меня не получилось А у меня Для тебя тоже есть сюрприз Сегодня вечер Ну, не знаю, не знаю Я сегодня занята Допоздна Ну, пойду Принесу тебе Супы, что ли Ир, погоди Ир, погоди Вертует Запретил комментировать В любом виде В любом? Да У меня сейчас вдруг осенило Чего? А я А я наконец-таки понял Как я могу вернуть Свой дом Назад Надо будет К Марине заехать А ты в курсе, что там у нее происходит? А что? Ну, оказалось, что муженька-то ее кокнули А вовсе не несчастный случай Да ладно А кому это может быть выгодно? Кроме нее Ну, выходит, что она у нас Веселая вдова Хм Вот дает Она-то его От смерти больше получила, чем потеряла Ну, наверняка мы не знаем Да ведь, я говорю, все сходится Ты что? Да ладно Не важно Она его убила, я она Главное, что теперь есть Хороший рычаг давления Хорошо, что я не женат Верно, Серега От этих Жен Одни только неприятности А что ты мучаешься тогда? Я не мучаюсь Он мне как раз все на мази Сейчас я от этого Еремия избавлюсь Стоп, стоп, профессор, подожди Мне кажется Или я это слышал Не в первый раз Хамить-то зачем, я не знаю До тех пор, пока я деньги плачу, Сережа Я буду делать так, как считаю нужным И отчитывать меня не надо Рыбу свою вот ешь Ой-ой-ой Я не имею права вас пропускать Привет, красота Давно не виделись? Да В последнее время Ты не часто валуешь меня своими визитами Ну а что делать Ты вся такая занятая Глава города Все дела А потом ты сама просила меня Пореже захаживать Вот я и решил, что только В экстренных ситуациях буду это сделать И что это за экстренная ситуация Угадай Ты же уже слышала насчет дома Еремеева Да? Я хочу этот дом Он ведь Теперь на балансе мэрии, да? Какой ты проворный Информация о передаче на баланс Поступила только час назад Ну, да Я рассчитывал ее обогнать Да? Угу Но в любом случае Он пока арестован только на бумаге Потом нужно будет Организовать аукцион Мария А нельзя без аукциона? Нельзя Почему? Нужны реальные покупатели А кроме тебя, я думаю, им никто не заинтересуется Продай мне его, пожалуйста Я буду действовать согласно процедуре Ну да, ну да, ну да Как ты обычно действуешь Не поняла Да перестань Что-то прекрасно поняла Вау Привет Привет Ты абсолютно прекрасна Денис Прости, ты неплохо выглядишь Вот так гораздо лучше Но это неправда Ты прекрасна Я даже себя как-то неловко чувствую Алло Катюш Не волнуйся, не переживай Все будет хорошо Я знаю Самое главное, ты мне веришь Мне к тебе просьба Ты Пожалуйста, побереги Любу С ней сейчас все, что угодно может случиться И нельзя, чтобы она волновалась Дима, Дима, не переживай, пожалуйста Это какая-то ошибка Я тебе, естественно, верю Конечно Мы тебя очень ждем Катюш, не переживай Со мной все будет хорошо Все, я не могу больше разговаривать Я постараюсь тебе еще разочек позвонить Спасибо Все, я тебя очень люблю Пока Спасибо Гуляли, 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 гуляли И вы, кстати, не на конюшню пригуляли, это случайно? А я не понимаю, что тебя так удивляет Он, между прочим, был моим мужем И мы могли оказаться где угодно и когда угодно Муж, муж объялся, Груш Тебе за ним, как, хорошо замужем-то было? Не хотелось развестись? Да нет, ну, конечно, не хотелось Марин, ну, конечно, нет Зачем? Ты ведь не получила бы этих громадных деньжей? Зачем ты все это говоришь? А что, я тебя задел за живое? Ни капли Это все твои фантазии Убирайся Злая Хорошо, уберусь Мне куда убраться-то? Домой или в прокуратуру? Знаешь что? Хватит меня шантажировать Ты выдумал какую-то бредовую идею И сам у себя в голове ее развиваешь Убирайся, я не хочу тебя видеть Да, пожалуй, уберусь Пожалуй, уберусь И все-таки, наверное, в прокуратуру У них там, знаешь У них там свой взгляд как-то на эту ситуацию Там какие-то улики что-то образовались Пустячок, пустячок Мелочь, но боюсь, она тебе будет сильно портить жизнь Что? Ничего Мне пора Пойду, наверное, все-таки Навещу следователя Постой Постою Что тебе от меня нужно, а? Дом Еремеева, Марина Ты его получишь А сейчас убирайся Ловлю тебя на слове Здравствуйте Вот вам предписание Мы идем опечатывать дом Проходите Опечатывайте Вы все войдете сюда Что делать вы знаете, да? Пойдемте Как вы можете прокомментировать ситуацию? Известно ли Еремееву о том, что здесь происходит? Является ли Еремеев аферистом и преступником? Так, все, без комментариев Разрешите Замечательно Красивое место Да У нас Боже, ты посмотри на них Как это чудесно Боря, я тоже хочу Боря Так, все, пошли, Боренька Мы возьмем и попробуем Тоже, дорогой мы Все, давай, давай Как же все застегнуть Так вот Вот я все Все? Только ты, пожалуйста, меня не отпускай, ладно? Ни в коем случае Иначе я упаду сразу Ты что, шутишь, что ли? Ничего, я не шучу Наблюдается некоторый прогресс Я уже стою Так, теперь я Ну что? Наверное, это была плохая идея, Боря Не беспокойся, я с тобой Речь не мальчика, но мужа В каком смысле? Ой В смысле, мужчина, Боря Это цитата Все, я тебя догоняю Нет, я, я, я Давай Еду я Попробуй догонить Нет, ты меня тут не отгоняй, Боря Сама просила Тихо, тихо, тихо Я же не знала, что ты такой настырный Борь Да не настырный, я целеустремленный Сама Целеустремленный Не слишком ли ты торопишься, сердце-то выдержит Угоню его Это сердце Фу Я все-таки надеюсь За эту гонку Получить приз Какой приз, Боря Ну, я не знаю, насколько щедрое у тебя сердце Приз я все-таки должен получить О, это был потрясающий, просто замечательный фильм О, да Я в конце чуть не прослезилась Я сам даже чуть не прослезился Чуть? Да ты вообще сентиментальный Я не со всеми А что ты имеешь в виду, что... Сюда нельзя А... В чем дело, что случилось? Следователь Побилов воздержался от комментариев У очевидцев окрепло убеждение в том, что тело Еремеева обещает быть очень громким событием Нам удалось выяснить, что Дмитрий Еремеев подозревается в крупных махинациях, связанных с полезными ископаемыми Теперь ему грозит серьезный срок Что они там, все с катушек слетели, что ли? Да это невозможно Дмитрий очень порядочный человек Заметь, как они однобоко подают информацию Все это неспроста Под него явно кто-то копает Мам, а что происходит? Здравствуйте, Екатерина Тимофеевна Я, пожалуй, пойду До свидания До свидания Пока До свидания, Денис Мам, ты знаешь, что папин дом опечатан? Знаешь Что ты еще по этому поводу знаешь? И где сам папа? Он в командировке? Папа попал в беду Он в тюрьме Как в тюрьме Завтра Если ты дашь показания против Феремии, у тебя вместо 10 лет, 3 дадут Что надо сделать? Я другой раздам А ведь Дмитрий Борисович не просто Бывший уголовник Если на то пошло, то это мой сын Он вообще не от тебя Так что иди своей дорогой Ты любишь всех И в то же время никого не любишь Катина Любовь 2 Завтра о 20-й Одразу после ток-шоу Говорит Украина